Видите, вот это вот сегодня еще не бежала здесь, слава Богу. Валентина Васильевна Волкова в научном городке живет с 70-х годов прошлого столетия. Ей, как почетному сотруднику Центра агробиотехнологий, подарили в этом доме квартиру. Однако последнее время жить не стало невыносимо. Стихийное бедствие, регулярные потопы приводят ее жилье в плачевное состояние, едва не лишает куска хлеба. А еще у меня целиакия. Я хватилась, а у меня мука только может быть или гречневая, или рисовая. Я другое есть не могу. И мешочки вот эти, значит, они сразу аж пристыли к воде. Кое-как их отодрала, дочь приехала сюда, вот их подняла. Причем топит не только Валентина Васильевна, но и ее соседи. Семья Халиных только за один год сделала три ремонта. И, как оказалось, зря. По стенам только начались проблемы с дождями, значит, вот наш результат. Вот все отваливается. Страх в другом. У нас единственный выход на улицу. Вот это все заливается водой. По щиткам вот здесь все стекает вода. Всему виной ветхая крыша. Она уже давно нуждается в капитальном ремонте. Стоимость работ порядка 400 тысяч рублей. Управляющих компаний жильцам предложили самим определиться с источником финансирования. То есть средства жителей, которые систематически оплачивают, значит, те деньги, которые идут на капремонт, куда они уходят, это неизвестно. Нашему телеканалу ВУК ДЭС пояснили, капремонт сделают по графику через семь лет. Если жильцы хотят перенести сроки, то нужно провести общее собрание. Собственники дома на общем собрании не менее 67,7% принимают решение о переносе срока проведения капитального ремонта. Повышают и в этом случае рекомендации регионального оператора, подчеркиваю, регионального краевой структуры повысить тариф. После этого этот протокол идет в администрации района города. Комиссия рассматривает, рекомендует повысить и дальше все это дело тормозится. А по поводу текущего ремонта крыши пояснили, что сейчас зима, работы запрещены. Крыши там все плохие. На крыше образовался лед, который долбить мягкую кровлю ни в коем случае нельзя, иначе вместе с крышей сойдет. Долбят мужики, ноги потом вижу, вот здесь так стучат стекла, дрожат, а они уже во льду. Я прямо держу так стекло, ну сейчас вылетит и зима. Не будет перепадов температур, не будет и проблем с крышей, пояснили ВУКА. Квартиры заливает, как правило, вот теперь. Юрист советует жильцам искать помощи в жилищной инспекции края. Сказать, что неоднократно обращались в управляющую компанию, управляющая компания либо не предприняла меры, достаточные для устранения протечки, либо предприняла меры, но они не являются достаточными, протечка не устранена на сегодняшний день. И попросить внести инспекцию, акт реагирования, понуждающую управляющую компанию провести необходимые работы. А между тем, уже на следующей неделе грядет очередное потепление, и жильцы рискуют, если не утонуть, то окончательно попрощаться со своим имуществом и с нервами, на которых и так уже изрядно поиграли. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.